Когда в жизни случается беда, единственное, что у нас есть, это поддержка близких людей. Но что делать, если таких людей нет и помочь просто некому? Десятилетний пес, помесь золотистого ретривера, по кличке Рио оказался в ситуации, когда жизнь внезапно перевернулась с ног на голову. После жизни в уютном доме с любящим хозяином, Рио внезапно очутился в приюте для животных с совершенно незнакомыми людьми, пишет Нюснер. Когда владелец Рио скончался, собаку забрали в приют для животных в Детройте, Мичиган, Детройт Анимал, Кар Энд Контрол. Но как только Рио прибыл туда, персонал понял, что с ним что-то не так. Собака отказывалась от еды, не позволяла никому прикасаться к себе и просто сидела в углу, глядя на стену. Прожив 10 лет со своим владельцем, Рио был сбит с толку и убит горем. Он не мог понять, почему у него отобрали все, к чему он привык и любил. Теперь он был просто одним из множества подопечных пугающего и незнакомого места. Рио повесил голову и, казалось, не хотел жить. Сотрудники приюта понимали, что нужно что-то делать, и связались с Организацией по спасению животных города Детройта, Детройт Докрескью. Мы принимаем собак с тяжелыми заболеваниями и психическими расстройствами, например, собак, долго содержащихся в заперти или страдающих от невроза питомника, рассказала в интервью руководитель Детройт Докрескью, Кристина Милман-Ринальди. Многие люди не понимают, какими интуитивными и чувствительными существами являются собаки. Они воспринимают все, что происходит вокруг них, так же как и люди. Несмотря на то, что Рио был переведен в специальный приют для собак, его состояние продолжало ухудшаться. Рио полностью потерял волю к жизни и не отзывался, когда кто-то звал его по имени, ни на кого не смотрел, целыми днями просто сидел в углу вольера, уставившись в стену. Сотрудница приюта, по имени Кристина, знала, что единственным способом помочь Рио было найти для него новый приемный дом. После нескольких телефонных звонков, она связалась с волонтером, по имени Райан Каллахан, и его женой Ташей. После того, как она рассказала им историю Рио, супруги без колебаний решили забрать Рио к себе. Несмотря на то, что у пары уже были две свои собаки, а также одна приемная, они решили позаботиться и о Рио. Когда Рио попал в дом Каллаханов, он сразу же начал показывать признаки улучшения. Впервые за долгое время Рио перестал уклоняться от прикосновений людей. Как будто он понимал, что Райан и Таши хотят помочь ему. Чтобы 10-летняя собака чувствовала себя комфортно в доме, пара создала специально для Рио отдельное пространство в рабочем кабинете Райана. Чтобы наладить отношения с Рио и помочь ему почувствовать себя в безопасности в новом окружении, всю первую неделю Райан работал из дома. Прошло совсем немного времени, прежде чем Рио начал спокойно ложиться у ног Райана и прыгать на его колени с глазами, полными радости и благодарности. Каждый раз, когда мы проходим мимо него, он размахивает хвостом, а еще он любит гулять в лесу вместе с нами, сказал Райан. Рио многое пережил, поэтому сотрудники приюта и чета Каллаханов хотят убедиться, что собака, которая до сих пор оплакивает своего хозяина, готова найти постоянных владельцев. Тем временем Каллаханы определенно помогли Рио почувствовать себя лучше. Я надеюсь, что его новая жизнь, какой бы она ни была, будет даже лучше, чем последняя. В то время, когда многие животные подвергаются плохому обращению и остаются наедине со своей бедой, приятно читать о людях, которые посвящают большую часть своей жизни помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию животным. Спасибо за просмотр! Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.